С 1941 года в Тверской области погибли 170 сотрудников внутренних дел при несении служебного долга. Губернатор Тверской области Игорь Руденев в преддверии профессионального праздника почтил память правоохранителей, отдавших жизни в борьбе с преступностью. Минуты молчания и возложил к мемориалу памяти цветы. На мемориале у здания областного управления внутренних дел высечены фамилии тех, кто отдал свои жизни, выполняя профессиональный долг, начиная с 1941 года. На сегодняшний день в мирное время их служба по-прежнему опасна и трудна. И чтобы минимизировать риски и сделать службу более эффективной, правительство области оказывает региональному ОМВД активную поддержку. Долг, который мы имеем перед памятью погибших сотрудников, он нас обязывает больше организовывать работу так, чтобы при выполнении своих должностных обязанностей, конечно, было меньше риска. Это, соответственно, техника, это все необходимое оборудование, это уже средства связи, которые помогут выполнять сотрудникам свои функции в охране общественного порядка и, конечно, минимизировать риски для жизни. Руководитель управления внутренних дел по Тверской области Петр Пырх поблагодарил правительство региона за помощь ведомству, в том числе за специализированный автотранспорт, закупленный специально для разных подразделений МВД. На этот год запланировано приобретение машин для участковых полномочных полиции, для сотрудников ГИБДД. Это очень помогает оперативно выполнять все возложенные функции. Сотрудники становятся более мобильными, более доступными для посещения, в том числе, отдаленных мест. Конечно, это огромная помощь. Главный федеральный инспектор Игорь Жуков отметил, что Тверской регион – один из тех, где полицейские получают как техническую, так и материальную поддержку от правительства. Решением правительства Тверской области делается доплата сотрудникам, которые несут задачи, выполнять задачи по охране общественного порядка и участковым сотрудникам. Такое подспорье очень серьезное. Поэтому еще раз подчеркиваю, что это не во всех субъектах Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов мужественно противостояли преступности в разные годы. На сегодняшний день на территории региона проживают 94 семьи героев, погибших на службе. Они получают социальную поддержку на разных уровнях. Помимо положенных общих мер по инициативе губернатора, ко дню памяти погибших сотрудников внутренних дел и тем, кто получил инвалидность, назначена дополнительная единовременная выплата.